Я сама себе режиссер, я сама подбираю программу, мне никто ничего не советует. Я 52 года в профессии, я очень многого научилась. Город помолодел очень сильно, очень осовременился. Девочка моя, песня тоже особенная. В таких проектах поют те песни, которые я никогда в жизни в своей не спою. Нигде. Лариса Александровна, прежде всего, спасибо огромное за ваше выступление, за ваш концерт. Это подарок, действительно, для сельхардцев перед днем округа, который будет в первых числах декабря. И вы создали настроение. Это прежде всего за это спасибо. Спасибо за то, что согласились ответить на мои вопросы. Чем заряжаете батарейки? Как это удается сделать? Любовью к профессии, к ощущению того, что если ты выходишь на сцену, ты должен выдавать по полной. Иначе зрители будут, ну, в некотором смысле, не то чтобы недовольны, а просто они недополучат того, чего хотели. Артист – это не просто призвание. Артист – это такое большое значение для человека, который приходит в зал и садится в кресло. Артист – это тот человек, который создает некую ауру для любого зрителя. И настроение, и ауру, его какие-то будущие, я не знаю, это… То, что делает артист на сцене, это очень влияет на жизнь человека, который находится в зале. И это всегда происходит. Это может быть отрицательно, а это может быть положительно. Просто у артиста очень большая миссия, и зрителя мы не имеем права обманывать. Поэтому я всегда, когда готовлюсь к каким-то концертам, где бы это ни было, Нью-Йорк или Салихарт для меня не имеет никакого значения и нет никакой разницы. Я всегда готовлюсь очень тщательно и тщательно отбираю программу для концерта, и очень важно, чтобы у нас был контакт со зрителем. Для этого я делаю все возможное, поэтому такой материал собираю, музыкальный. И у меня его очень много, но я на каждый город делаю отдельную программу. Вот про возможную отдельную программу. Концерт называется, как я его расшифровал, «Лучшие, лучшие, 30 песен». Вы для нашего города формировали свою программу. Вы сами окончательно принимаете решение, с кем-то советуетесь? У вас есть режиссер, музыкальный редактор или вот с вашим авторитетом? Сама себе режиссер. Помните, такая программа у нас была на каком-то федеральном канале? Я сама себе режиссер, я сама подбираю программу, мне никто ничего не советует, потому что я, как никто другой, понимаю, какая песня за какой должна идти, какой формат должен быть концерта, сколько должно быть песен, как они должны быть сформированы, это будут блоки или не блоки. То есть я составляю это все очень режиссерски правильно, потому что я этому научилась за многие годы. Я 52 года в профессии, я очень многого научилась. Вы много гастролируете, вас сложно удивить какими-то впечатлениями. Всю страну объехали, за рубежом были. И все-таки вот Север, Ямал, с какими ожиданиями летели сюда и насколько они оправдались? Знаете, жизнь артиста, она такая очень, как бы вам сказать, узконаправленная. То есть у нас нет, никогда практически не бывает времени, но за редким исключением, когда мы можем позволить себе прилететь на день раньше или улететь из города на день позже. Нет, день в день, как правило, потому что график очень и очень насыщенный. До этого и после этого все очень плотно. Поэтому мне, к сожалению, не получилось посмотреть город, зато я успела надышаться воздухом. И несмотря на то, что морозец небольшой, мне было очень приятно хотя бы несколько минут постоять на улице. А так я проезжаю по городу, я увидела, что город помолодел очень сильно, очень осовременился. И приятно было смотреть на него. И еще, ну, он же имеет какое-то особенное такое климатическое расположение, ваш город. Поэтому он тоже, вот здесь я тоже это все увидела. И больше ничего, к сожалению. Оставим на следующий раз запасы возможных впечатлений. Ваши зрители-поклонники идут в основном на хорошо известные песни. Но в этом году у вас состоялись премьеры. «Девочка моя», «Дубликат», «Падают листья». Какая из этих песен уже более динамично набирает и, по вашему ощущению, может стать, претендует на звание настоящего шлягеря? Ну, песня «Дубликата» уже завоевала в симпатии миллионов слушателей русского радио и не только русского радио. Она на первом месте сейчас в хит-параде «Золотого граммофона». И в этом году я 29 ноября получаю статуэтку именно за эту песню «Золотой граммофон». «Падают листья» не менее для меня важная песня, потому что она совершенно другая по энергетике, по мироощущениям. Она такая очень теплая, светлая, такая легкая и такая, которая, мне кажется, в душе у человека оставляет очень такие светлые чувства. И эта песня тоже звучит на радиостанциях, на радиодаче, насколько я знаю, и на каких-то еще, и набирает обороты. И «Девочка моя» песня тоже особенная, потому что она тот редкий случай, когда взаимодействие молодой артистки и уже состоявшейся определилось в какой-то одной теме, которая близка обеим. И она получилась. Эта песня очень прямо такая дерзкая, очень мощная, энергетически, да и музыкально тоже. И вот 5 декабря у меня сольный концерт в Доме музыки в Москве, и мы ее с Лерой эту песню споем. Относительно недавно вы участвовали в телевизионном шоу, в конкурсе «Три аккорда». Ожидаемо победили. Почему ожидаемо? Это моя личная точка зрения, потому что вы на сравнении с другими участниками были участниками другого калибра, другого уровня, качества. Да, но формат-то не мой. Это было смело, но ожидаемо. Вы профессионал такого уровня, который в состоянии справиться с любым заданием, любым жанром. Это другое дело. Но там же ведь все-таки существует формат, которому придерживаются и члены жюри, и те зрители, которые голосуют. Да, но в этом... И победила это я с разницей только в одну очку, если вы заметили. В этих формальностях да, но, мне кажется, за явным преимуществом по качеству исполнения, и я еще раз скажу, это мое мнение. Спасибо. Но и тем не менее хочется вас спросить, вот участвуя в таких конкурсах, как МЭТР, это же все-таки конкурс, вас оценивают жюри, там есть другие соискатели, с которыми вольно или не вольно жюри вас сравнивают, зрители вас сравнивают. Какую практику для себя, какие новые ощущения вы ищете в этом? Нужно ли вам ли это? Есть практика в том, что я в таких проектах пою те песни, которые я никогда в жизни в своей не спою. Нигде. Ни на концертах своих, ни в каких-то других проектах и так далее. Вот именно это меня и приличает в таких... То есть показаться и спеть те песни, которые я никогда бы не спела нигде. То есть это определенный опыт. Ваше творчество больше известно, чем ваша преподавательская деятельность. А в последнее время вы этим тоже активно занимаетесь, преподаете в Московском государственном институте культуры и в своей музыкальной академии. Расскажите об этом, пожалуйста. Сколько у вас студентов? Может быть, уже есть имена, которые заявили о себе? О ком бы вы хотели рассказать? В 8 лет я заведую кафедрой эстрадно-джазового искусства в Московском государственном институте культуры. И на кафедре, поскольку я профессор, у меня 30 студентов. Я имею право брать такое количество. Вроде как успеваю с ними заниматься, и многие из них уже показали себя достойно на разных конкурсах и так далее. В академии музыкальной у меня всего два студента, потому что я физически просто не успеваю брать больше. И многие студенты академии уже вот сейчас, кто-то взял гран-при, кто-то первое премия, побеждает на конкурсах. И я ими очень горжусь. Их очень много, этих конкурсов. И наши, и кафедральные студенты, и студенты академии прям четко идут на эти конкурсы и побеждают. Я этому очень-очень рада. И понимаю, что, значит, наверное, не зря я все это затеяла. Спасибо вам огромное за интервью, за то, что ответили на мои вопросы. Успехов вам!